Сегодня можно все. Моя красотка это мама. Би-би кремы. Би-би. Вот тут красивый. Как понять, Ева, что человек хороший? Я сегодня единолог. Хочу блестяще. Чему ты в первую очередь научишь свою сестренку? Демонстрация баланса в жизни. Вау. Почему-то очень волнительно это. Готова стать старшей сестрой? Да. Когда грустно, надо обниматься. Очень красиво. Что нужно кушать, чтобы быть здоровой и красивой? Белок. Фев, скажи пару слов. Скажи что-нибудь. Я тебя привожу. Смотри, тебя тоже снимает камера. Ты знаешь, какое у меня приветствие на канале? Не знаю. Знаешь, что я говорю всем вначале? Привет, красотки. Забыла? Мы вместе скажем. Привет, красотки. Хорошо. Что мы будем сегодня делать с тобой? Мы сегодня будем делать. Моя красотка это мама. Это неподготовленный текст. Это неподготовленный текст. Я ее буду красить. Класс. А ты кто сегодня у нас? Я сегодня единолог. Супер. А я? Я буду в единологе, в костюме единологи гулять, а ты мама единологка. Ты все время интересуешься моей косметикой, все время хочешь что-нибудь попробовать, покрасить. И сегодня можно все. Я тебе буду специально сюда доставать все поэтапно. Например, первый этап у нас всегда это сделать тон лица. То есть нанести вот это что все такое? Кремы. Ну, по сути, да. Кстати, правильно я сказала. Не крема, а кремы. Молодец. Это называется тональные кремы. Да. Тут есть и консилеры, и биби кремы, и даже... Биби крем. Да. Биби. Биби он называется, знаешь почему? Это, по сути, смесь крема обычного увлажняющего и тонального. У него текстура более такая мягкая, не так плотно получается. А ты будешь вот так вот или с рогом? С рогом. Хорошо, это твой образ, да? Ты можешь выбрать тональное средство для моей кожи. Еще это. Хорошо. Это у нас, давай, скажем, что это? Биби крем. Биби крем. Как раз таки ты выбрала биби. Смотри, обычно его наносят немножко на руку, а потом с руки наносят кисточкой, подходящей на лицо, на все лицо, чтобы у меня выровнялся тон. И на нос. И на нос, и на лоб. И на глаза. Ну, на веки можно немножко? А, еще я не сказала, что мы будем параллельно отвечать на вопрос. Точнее, будет отвечать девочка наша, дорогая. Все вопросы адресованы ей сегодня. Ты на ручку, да, хочешь сначала себе тоже? Да. Тебе. А, мне, да? Чтобы меня пачкать. Ищи подходящую кисточку, я тебе подскажу. Она должна быть плотная такая, плотная, большая и плотная. Она не очень плотная, это больше... Да, вот это плотная. Точно. Так, чуть-чуть сюда, Макай. И потом на мое лицо. Плавно. И еще. Еще, да. Нужно вообще на все лицо, прям, знаешь, активно везде. Да, и на подбородок, и на носик, и на лобик. Хочешь на глаза прям, да? Угу. А я могу пока задать тебе вопрос. Угу. Твой любимый костюм персонажа. Какого персонажа твой любимый костюм? Киска. Киска. Единорог. Угу. Зайчик. А еще недавно у тебя появился голубой такой костюм кого? Принцессы одной. Костюм Эльза. Эльза, да. Смотри, я тебе могу чуть-чуть помочь. Видишь, у меня сейчас такая немножко полоска здесь осталась. Видишь, да? Угу. А у нас должно быть все очень равномерно. Ну, то есть мы наносим прям по всему лицу и растушевываем, чтобы слой был тоненький. А мне можно? Конечно. Вот. А, тебе нет. Это взрослая косметика. Она не очень для кожи детской. О, очень интересный вопрос. Евочка, что самое вкусное готовит для тебя мама? Мама? Ну, я, да. Блинчики. Так и думала, что ты. Вот. Покажи это в камеру. Это, не, камера вон там. Это обозначение блинов. Придумала Ева. Потому что у нас есть еще блины, которые делает моя свекровь, бабушка Наташа. Да? И они с творогом внутри. И как ты их показываешь? Вот. А если это плоские, которые нужно вот жарить, да, и тут же есть. С плоскими, мне можно помогать. То это вот такие. И каждый раз Ева уточняет, когда я говорю, Ев, я пошла блины жарить. Она такая, вот такие. Типа не такие, да, а вот такие. Плоские. Это консилер. Консилер наносится точечно. В места. Например, там, где есть какие-то высыпания. Вот посмотри на мое лицо. У меня есть где-то проблемные места. Не знаю. Нет? Ты думаешь нет? Потому что все хорошо, все красиво, да? Нет. Нет? Есть, да, проблемка у меня? А, вот ты заметила, какое-то красненькое, да? Вот у меня еще есть немножко остатки высыпания. И вот немножко. Да, и вот немножко. Держи крепко. Так. И чуть-чуть надо выдавить вот так. Вау. Да. И теперь им прям как карандашиком. Я тебе чуть-чуть вот так открою. Порисовать? Да. Рисуй мне в проблемных местах. Рисую. Все. К тебе следующий вопрос, мой маленький философ. Как понять, Ева, что человек хороший? Что ты себя показываешь? Эмоции. Эмоции? Что ты расскажешь? Что про эмоции? Ну-ка, интересно. Я расскажу. Я хочу сушки. Внезапно ты захотела сушки? Все, мама растушевала. Посмотри, видишь? У меня все однотонное стало. Да, такое? И теперь нужно немножко припудрить лицо. Что такое пудра? Зачем она нужна? Как ты думаешь вообще? Вот я тебе покажу, как она выглядит. Пудрой надо краситься этим. Веки, думаешь, надо глазам? Почти. Ищи подходящего цвета кисточку. Ага. Правильно. Это. И набирать надо совсем чуть-чуть. Она нужна, чтобы убрать лишний блеск. Особенно оно блестит у меня всегда на щечках. Да, и сбрось сюда на крышечку немножко. Сбрось. О, видишь, как много здесь. На щечки, на подбородок. Да. И на лобик. Смотри, а я еще вот так делаю похлопывающими движениями. Так легче распределяется. Вот почему ты с кем-то дружишь, а с кем-то не дружишь? Потому что я не делюсь игрушками. Ты не делишься игрушками. А человек, с которым ты дружишь, он делится или не делится? Делится. А ты сама не делишься? Делюсь. Делюсь с тем, с кем дружишь. Сами или не дружу. Сами или не дружишь. Очень четкая позиция. Вот тут красивый. Вот тут красивый. У меня сейчас, видишь, лицо стало довольно-таки плоским. У него нет теней, нет румянца. И мы с тобой возьмем палетку, какую ты захочешь. Есть вот такая палетка у нас. Здесь три румяна. И бронзер. Хорошо. Можно я много цвета наберу? Можно много взять, но тогда у меня будут очень яркие щеки. Я хочу очень яркие. Ну ладно, это твой макияж. На щечки. Для этого мне надо улыбнуться. Замечательно. Очень даже ярко. И на другую щечку. Ты хочешь еще добавить? На другую. Очень даже неплохо. Я, когда делаю себе макияж, я люблю растушевать все немножко. Можно пальцем. У меня следующий вопрос. Что тебе больше всего нравится в твоем садике? Домики строить из матов. О, это интересно. У нас есть в другой стороне есть золотый, в другой есть зеленый. Ага. И у тебя получается это любимое дело там, да? Да. Строить домики. Да. Что еще тебе там нравится? Играть в догонялки по кругу. Круто. Как папа любит. Так. А ты мне сделаешь еще немножко скул? Да. Вот такой вот. Таким цветом коричневым. Да. Да, только на коричневое. Это уже блестящее. Другой кисточкой. Мы, видишь, разные продукты. Разными кисточками пробуем. О, много набрала. Можно убрать на ручку лишнее. Такой вот есть лайфхак тоже. И смотри, я сейчас сделаю уточку. Вот так сделаю. И ты наносишь вот на эти стороны. Угу. Угу. Все. Замечательно. Это блестяще. Блестяще обязательно. И смотри, мы их наносим вот на эти части. Чтобы они у нас блестели. Чтобы они подсвечивались как будто солнышком. Вот здесь вот. Ой, такой милый вопрос, Ева. Чему ты в первую очередь научишь свою сестренку? Ммм. Девочки. И гуго делать вот так? Классно. Ты вообще как? Ты готова? И буду ее катать на селе. Ого, ты такая сильная. Да. Готова стать старшей сестрой? Совсем скоро будет. Совсем скоро. Вот, посмотрите, пожалуйста, насколько это будет скоро. Можно задать вопрос чисто от меня? Да. Ты согласна с тем, что написано на моей футболке? На моей футболке по-английски написано? Я знаю. Знаешь? Нет. Написано, мама всегда права. Ты согласна с этой фразой? Угу. Правда? Ты думаешь, мама всегда права? Угу. Ну, поговори. Нет? Ну, не всегда. Ну, конечно. Я же обычный человек. Да. Я иногда права, иногда не права. Я права иногда. Да. Папа. Конечно. Так, давай тени как раз выберем. Твой любимый этап, наверное. Глазки будем красить. Какую ты палетку выбираешь? Вот эту, да? Да. Визажист наш выбрал мою легендарную палетку, которая пережила все испытания моей жизни. Это Too Faced White Peach. Тут уже нет нескольких оттенков вообще. Я все хочу. Прям все-все? Держи кисточку. Даже этот, этот. Их нет, если что. Они пустые. Вот. Вау, какой оранжевый. И на глаза, да? На глазки. Угу. Ой, как красиво. Подводка блестящая. Можешь мне нарисовать? Мне кажется, кто-то мне на нос заехал, нет? Нет. Нет? Вау. Сушки сушки. Ну, давай ты пока поешь сушку. Я эту потом сушку съем. Смотри, что у меня еще есть для тебя. Это тоже для глаз все. Это разные фломастеры. Разные такие подводки называются они. Есть цветные, есть не цветные обычно там черные. А что цветные? Конечно, так и думала. Ты же единорог разноцветный. У меня есть фиолетовая, желтая, розовая, зеленая даже подводка есть. Коричневая. Розовая. А это цветная? Да, это цветная подводка. Можно сначала посмотреть, сделать сводч. Знаешь, что такое сводч? Нет? Это когда ты пробуешь сделать что-то на руке. И ты... А мне можно? Можно. Еще. Положку. Она еще и человечка. Красивая. Нравится тебе? Посмотрю, взял. Угу. Можно я на другую? Можно. Вопрос Евику. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Зеленорожком. Что бы ты делала? Я скакала под паренькой и встречала какую-то принцессу. и я ее всегда катала. Твоя мечта такая, да? Да. Цок, 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 цок. И кричит. Эх! Сейчас утро? Мечта детства. Утро? Да, сейчас утро. Ева, ты больше любишь утро или вечер? Утро. Почему? Потому что она такая веселая. А сегодня у меня на все, на R. На R, да? Да. Ну-ка скажи время. Время. Кондиционер. Кондиционер. Это что? Ой, Ев, ты очень смешная, девчонка. Ев, тебе нравится путешествовать? Или ты бы хотела больше времени проводить дома? Дома. Правда? А кто недавно у нас в новое путешествие просился? Я. Ага. И в путешествие, и в дом. И то, и другое, да? Угу. Важен баланс. Смотри, какой я баланс умею. Давай. Ух ты, на одной ноге. Демонстрация баланса в жизни. Ну, тебе нравится путешествовать? Тебе нравится, что мы ездим в разные страны, там что-то смотрим? Тебе какая страна больше всего запомнилась? Запомнилась. Тоже и Африка. Да? Смотри, Евочка, вот тушью очень сложно красить, потому что она пачкается. То есть нужно прям аккуратно-аккуратно реснички. Нужно сама. Конечно сама, это твой макияж. Красим снизу вверх, снизу вверх. Ага. Почему-то очень волнительно это. Все. Ну, неплохо. Неплохо. Вот к теме, Ева, про сестренку твою. Как ты думаешь вообще, какой она будет? С голубыми глазами. Думаешь, с голубыми глазами? Ну, слушай, шансы очень малы, конечно. У нас получается у бабушки Наташи голубые глаза, да, ведь? Угу. У тебя карие. У меня зеленые. Для губ у нас целая косметичка. Ты сейчас выберешь цвет помады, который мне хочешь накрасить. Цвет ты можешь найти вот здесь. Видишь? Вот здесь бумажка. Вот такой цвет внутри. Этот. Сразу же, что ли? Да. Это ж какой, покажи мне. Классный. Тогда придется и красным карандашом красить контур губ. Можешь меня по контуру нарисовать? Это знаешь, вот как в раскраске есть контур? Надо очень косные губы. Как хочешь. Это очень классно. Только не выступай за поля, видишь? Угу. 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 А что? Между прочим, очень даже стильно. Теперь заполняем. Помада? Да. Улоченькая слюсия будет. Угу. Будет боже мой. Очень интересный вопрос, что ты делаешь, когда тебе грустно? Ну что, 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 что ты можешь поделать? Помилашкаться. Помилашкаться? Ева, это замечательный совет. Надо милашкаться, да? Когда грустно, надо обниматься. Тогда будет не грустно. Я чуть-чуть попыталась сделать поровнее. Давай у нас последний вопрос. Да? Ты-то хорошо справилась, я тебе скажу. Очень даже классно. Ах, брови, Ева. Мы про брови забыли совсем. Карандаш и гель. Ева, смотри, какой вопросик. Расскажи все этапы твоей чистки зубов. Что ты делаешь по порядку? Давай. Первое. Обычная щетка. Сначала обычная щетка. Угу. Ну, под тапочком. Манопучком. Ниткой. Ниткой. И тус-мушом. Молодец. Тебе нравятся все эти этапы? Да, да. Расскажи, почему их важно вообще делать? Потому что... Давай, вот камера, обращайся туда. Почему важно чистить зубы? Потому что там не клопает. Так. И если мы не будем чистить, то что будет? Что, у нас зубы и трюки. Да? И проблемки. Проблемки. Держи. Это карандашик для бровей. Угу. У меня, в принципе, сейчас вот сделано оформление бровей. То есть, ты видишь, у меня они цвет... Ну, как бы цвет есть на них, да? Штришки маленькие такие. Все. Все, да? Это гель, смотри. Угу. Он как расчесочка такая. Как тушь, только для бровей. Расскажи, что нужно кушать, чтобы быть здоровой и красивой. Белок. Потом мы уже пойдем. Все, ты устала, да? Да. Давай закончим. Хорошо? У нас с тобой будет плавное завершение. Скажи, тебе нравится твой макияж? Тебе нравится, как у тебя получилось? Угу. Мне тоже очень нравится. Я тебя благодарю за участие. За то, что ты отвечала на вопросы. Я буду с тобой гулять. Конечно, ты будешь со мной гулять. Только с тобой. Всем пока. До встречи. Тебя не видно, зайка, с другой стороны. Видно. Ты только рукой, да? Хотела помахать? Угу. А, ну все. Ну все. Пока. Пока один рук. Я считаю, что очень даже неплохо для четырехлетнего ребенка. Конечно, тушь немножко у меня на веках. Да и подводка стала тенями. Благодарю вас за просмотр. И увидимся с вами совсем скоро. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok